Добрый день, уважаемые председатели, добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, мы прослушали два интереснейших доклада, касающихся теоретической части. Давайте немножко посмотрим, какое применение данные опции имеют в клинической практике. Мне бы хотелось представить несколько клинических случаев, а перед этим, в свете предыдущего доклада, мне бы хотелось задать вопрос в аудиторию. Надо ли определять экспрессию PD-L1 у больных плоскоклеточным раком головы и шеи в рутинном порядке? Опция нет, поскольку данная опухоль обладает выраженной мутационной нагрузкой, что позволяет быть уверенным в эффективности иммунотерапии. Да, поскольку положительный эффект иммунотерапии может быть достигнут только у опухоли с высоким уровнем PD-L1, касаемо ПРГШ. И да, положительный эффект от иммунотерапии может быть достигнут как у опухоли с высоким, так и у опухоли с низким уровнем экспрессии PD-L1. Однако уровень этой экспрессии может быть использован как предиктивный маркер. Я вас прошу проголосовать. Спасибо большое за ответ. Я действительно с этим согласна, поскольку все исследования говорят, что на иммунотерапию реагирует как опухоль, имеющий PDL-экспрессию высокую, так и имеющий PDL-экспрессию низкую. Но, тем не менее, этот маркер может быть значимым предиктивным фактором, который поможет нам определить именно ту группу пациентов и то время, когда им можно назначить правильный препарат, как сказала Татьяна Юрьевна. Мне бы хотелось представить несколько клинических случаев. Клинический случай номер один – это пациент-мужчина, достаточно молодой, 43-х лет, без вредных привычек, без выраженной сопутствующей патологии. В 2014 году ему был верифицирован плоскоклеточный рак левой нёбной миндалины, местно распространённой стадии Т3Н2М0. Пациент получил три цикла индукционной химиотерапии в стандартном на тот момент режиме цисплатинс-5-тураурацилом и курс дистанционной лучевой терапии на область первичного опухолевого очага и регионального метастазирования. И, к сожалению, через полтора года, по данным контрольного магнитно-резонансного исследования, у пациента выявляется прогрессирование опухоли в области как первичного опухолевого очага, так и в лимфатических узлах шеи с распространением на корень языка. Пациенту была возможность в рамках первой линии терапии предложить именно терапию анти-PD-L1 препаратами. Пациенту был определён PD-L1 статус как позитивный и HPV статус как негативный, прошу прощения, как тоже позитивный. Пациенту не был определён количественный уровень PD-L1 экспрессии, но, тем не менее, данная экспрессия была рассмотрена как позитивная. Пациент в рамках клинического исследования попал в группу монотерапии анти-PD-L1 и получал этот препарат один раз в четыре недели, начиная с июля 2016 года. Уже после третьего цикла терапии, то есть через девять недель после начала лечения анти-PD-L1 препаратом, зарегистрирован частичный ответ опухолевых очагов. Причём в области первичного опухолевого очага мы видели полный регресс опухолевого образования, а в области метастатических лимфатических узлов на шее мы видели частичный ответ. На сегодняшний момент общий ответ сохраняется как частичный, но мне бы хотелось отметить, что те лимфатические узлы, которые регистрируются на шее у пациента сейчас, они не превышают 5 мм в наименьшем диаметре. Таким образом, в рамках полученной первой линии терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, пациент без видимой выраженной токсичности при применении иммунопрепарата достиг частичного ответа уже после третьего цикла первой линии терапии. И на сегодняшний момент его общая выживаемость с момента регистрации рецидивирующего плоскоклеточного рака головы и шеи составляет 34 месяца, и он продолжает этот результат удерживать. Мне бы хотелось задать вопрос в аудиторию. В связи с докладом и Татьяны Юрьевны, и Диларом Хамидовны, и представленным клиническим случаем, можно ли сказать, что иммунотерапия у больных плоскоклеточным раком головы и шеи – это метод эффективного лечения, который практически не имеет ограничений с низким профилем токсичности, или все-таки это тот метод, который имеет какие-то границы? Прошу голосовать. Это не тот вопрос. Пожалуйста, еще раз включите нам второе голосование. Оно попало у нас? Посмотрите, пожалуйста. Сколько у вас всего голосований в презентации было? Четыре. Да, из четырех – это второе голосование. Мы можем его просто обсудить, если какие-то проблемы с голосованием, потому что я понимаю ограничения во времени. Я уверена, что большая часть аудитории со мной согласится, что, безусловно, это эффективный метод, но, тем не менее, он имеет определенные ограничения в связи, хоть и с редким, но выраженным развитием иммуноопосредованных нежелательных явлений, которые могут ограничить применение данной терапии у пациентов с опухолями головы и шеи. У нас была пациентка на лечении женщины 55 лет, также без особенных вредных привычек, с некоторой сопутствующей патологией в силу возраста и в силу своего конституционального статуса. Пациентке в 2015 году был диагностирован плоскоклеточный рак слизистой оболочки языка, на тот момент процесс был операбелен, безусловно, пациентка была прооперирована в объеме половинной резекции языка, и, к сожалению, через два месяца после радикального хирургического лечения возникает прогрессирование в области лимфатических узлов на шее. Пациентка снова оперируется во объеме радикальной лимфодисекции, а именно операции Крайля, но, к сожалению, прошу прощения, на фоне проводимого обследования послеоперационного в ранние сроки все-таки были выявлены, сложно сказать, либо остаточные лимфатические узлы, либо такое экстренное прогрессирование после повторного хирургического вмешательства. В рамках инициального лечения пациентка не получала ни химиотерапии, ни лучевой терапии. Пациентке также была возможность предложить терапию ингибиторами PD-L1, ингибиторами NCTLA-4, был определен PD-L-статус как позитивный на сегодняшний момент опухоли языка, также являются таргетными опухолями для определения как PD-L-статуса, так и HPV. И HPV-статус был определен, как не определялся на тот момент, потому что еще не было классификации ТНМ восьмой редакции. Пациентка была рандомизирована в группу с комбинированной терапией анти-PD-L1, NCTLA-4, получала она комбинацию один раз в четыре недели, дальше переходила на монотерапию анти-PD-L1 препаратом. Начато лечение было в сентябре 2016 года, и уже после второго цикла мы видим положительный эффект в виде частичного ответа, который виден был даже внешне. Пациентка была крайне обрадована таким положением вещей. Мы видим, что даже перед третьим циклом терапии визуальный осмотр нам говорит о том, что у пациентки выраженный положительный эффект. Но, к сожалению, после четвертого цикла терапии пациентка начинает предъявлять жалобы на сухой непродуктивный кашель, на одышку при минимальных физических нагрузках. Мы выявляем наличие каких-либо проблем с легкими, пока мы не можем сказать, что это конкретно. Но, естественно, можем заподозрить нежелательное явление пневмонит, которое является достаточно грозным осложнением терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Мы делаем компьютерную томографию, которая была запланирована в рамках оценки, и действительно видим изменения в легке, которые соответствуют пневмониту второй степени. Мы вынуждены прекращать лечение и назначать кортикостероиды для того, чтобы исчезли и клинические симптомы, и рентгенологические характеристики развивающегося пневмонита для того, чтобы продолжить терапию. Именно поэтому мне бы хотелось еще раз обратить ваше внимание, что, несмотря на свою эффективность, иммунотерапия обладает выраженной токсичностью и не предусматривает редукции доз препаратов. Несмотря на это, мы достигли эффекта у нашей пациентки уже после второй линии лечения, но, тем не менее, из-за развившегося нежелательного явления наша пациентка получила всего 8 циклов терапии в связи с развитием легочной токсичности, и, к сожалению, ее общая выживаемость достигла всего 10 месяцев, возможно, потому что мы вынуждены были прекратить терапию иммуноонкологическим препаратом, либо, к сожалению, это был итог того иммуноопосредованного нежелательного явления, к сожалению, родственники отказались от вскрытия, поэтому мы не можем сообщить о результатах, приведших к смерти пациентки, поскольку в заключении было написано, что пациентка умерла от 4 стадии онкопатологии. И еще один важный вопрос, если мы в рамках первой линии используем ингибиторы контрольных точек, может ли, есть ли место какой-либо другой терапии после прогрессирования на иммуноонкологическом препарате? Если есть возможность, я прошу голосовать, не знаю, будет. А? Тоже нету? Хорошо. Значит, безусловно, я считаю, что есть. А? Хорошо. Ничего страшного. Безусловно, есть, поскольку... Вы проговорите, да, что варианты людям... Ага. Я поняла. То есть надо выиграть. Все. Значит, первое. Нет, после иммунотерапии мы не можем использовать никакую терапию. Да, мы можем применять другие иммуноонкологические препараты с достаточно высокой эффективностью. Да, мы можем проводить последующее цитостатическое лечение. Комбинированный ответ B плюс C и ничего из перечисленного. Не можем. Можем иммуноонкологическими препаратами, можем химиотерапией, можем как иммунотерапией, так и химиотерапией, или не можем ничего из перечисленного. Действительно, абсолютно согласна. И последний клинический пример, который мне бы хотелось представить, говорит именно об этом. У нас под наблюдением находилась пациентка 70 лет, имеющая возрастную сопутствующую патологию, без выраженных вредных привычек. В 2016 году ей был диагностирован посткоклеточный рак оливиолярной части нижней челюсти. При дальнейшем обследовании у пациентки выявлено метастатическое поражение в легких, мелкое до 10 мм, но тем не менее первичный процесс рассматривался как четвертая метастатическая стадия заболевания. Пациентке начали стандартный курс химиотерапии в сочетании с цитоксимабом. Пациентка получила три цикла лечения в режиме экстрим. И, к сожалению, при контрольном компьютерном обследовании мы зарегистрировали прогрессирование процесса. При решении вопроса о том, что же нам делать дальше, мы позволили себе определить у пациентки PDL статус. Он был определен как негативный, но тем не менее пациентка имела возможность быть включенной в исследование второй линии терапии иммунокомпетентными препаратами. И была рандомизирована в группу анти-PDL1 терапии, которая получала в дозе 10 мг на кг каждые две недели. Пациентка получила четыре цикла введения анти-PDL1 препаратов, то есть восемь введений. И, к сожалению, на контрольном обследовании мы снова видим прогрессирование процесса в области первичной опухоли. Мы видим это как клинически, так и на снимках компьютерной томографии. И у нас стал вопрос, что же нам делать. Пациентка, несмотря на свой возраст, достаточно сохранна, имеет удовлетворительный общий статус и имеет желание и возможности лечиться. Как опцию в качестве третьей линии терапии, которая на сегодняшний момент, третья линия в принципе не рассматривается как зарегистрированная линия, мы ей предложили введение токсанов в еженедельном режиме в дозе 75 мг на метр квадратный. И уже после второго цикла терапии пациентка сама увидела выраженный эффект от применяемого цитостатика. На сегодняшний момент мы сделали всего 6 циклов, то есть 18 инфузий по клитокселу. Получили частичный ответ в области первичной опухоли и стабилизацию процесса в легких. Расценили общий ответ как частичный ответ и сочли возможность после консультации с лучевыми терапевтами провести курс лучевой терапии на область первичного опухолевого очага и пути регионального метастазирования. На сегодняшний момент эта пациентка является, я понимаю, что она является уникальной, но тем не менее мы ей провели три линии химиотерапии, как с применением таргетных агентов, так и с применением ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Мы имели минимальную токсичность, что позволило нам не редуцировать дозы препаратов как таргетных, так и цитостатиков. Максимальный эффект, который мы достигли, был достигнут на третьей линии лечения, и он представлял из себя частичный ответ. И общая выживаемость на сегодняшний момент, от момента постановки диагноза метастатический плоскоклеточный рак органов головы и шеи, составляет 24 месяца. Мы, еще раз говорю, понимаем, что этот случай уникальный, потому что выживаемость таких пациентов не превышает в общей массе 9 месяцев, но, тем не менее, возможно, это вот тот правильный пациент в правильное время с правильными препаратами. И последний вопрос, который мне хотелось бы задать, что же выбрать как опцию для рецидивирующего метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи, если мы с ним встречаемся в клинической практике? Это будет иммунотерапия, это будет химиотерапия, это будет таргетная терапия, или это сочетание таргетной терапии и химиотерапии? Что вы, как клиницисты, можете предложить своим пациентам здесь и сейчас? Вопрос предложить, который вам может быть оптимально выбрать? Оптимально выбрать, да. Я очень рада, что практически половина аудитории может задумываться над тем, чтобы выбрать в рамках первой линии, в рамках доклада Татьяны Юрьевны, это становится понятным, что это будет эффективно, иммунотерапию. Я надеюсь, что наши возможности будут сопоставимы с нашими желаниями, да, и лечение этой сложной когорты пациентов будет иметь большую эффективность по сравнению с предыдущими годами. Спасибо за внимание.